Ярославно. Дружба без границ. Упрощение пропускного режима для россиян и украинцев. Взаимное обогащение, в том числе культурное. Итоги совместной работы в 2013 году и планы на перспективу обсудили в областном центре на заседании Курско-Сумской рабочей группы и Совета Еврорегиона Ярославна. Еще до создания Ярославны Курскую и Сумскую область связывала соглашение о сотрудничестве. С 2002 года внешнеторговый оборот между регионами вырос в шесть раз до почти 60 миллионов долларов. Более 40 миллионов – итог девяти месяцев 2013-го. Делегация осмотрела производство одного из крупных курских экспортеров. Предприятие выпускает более 40 видов пленок различного предназначения. Украинцев заинтересовали технологией, логистика и поставки. Для гостей провели экскурсию в перинатальном центре. Здесь выхаживают младенцев с весом от 500 граммов. Медучреждение специализируется на родах с патологией. Ежегодно здесь принимают до 10 тысяч пациентов. Стоимость объекта – более 2 миллиардов рублей, из которых 300 миллионов – средства областного бюджета, потраченные на оборудование. Следующий пункт визита – Курский госуниверситет. К приезду делегатов подготовили выставку книг. Вот одно из самых старых изданий в фондах нашей библиотеки. Это о начале славянского народа, летописец. Эта книга была написана в 1674 году. Сотрудничеству курских и сумских вузов посвятили круглый стол. Речь шла о создании сетевого университета. Параллельно с гуманитарным направлением стороны обсудили новые возможности бизнес-сотрудничества. Прошла биржа деловых контактов. На главной дискуссионной площадке заседания рабочей группы и Совета Еврорегиона Ярослана говорили о том, чего достигли общими усилиями и что еще можно сделать. Самое главное, мы это видим ежедневно в отношениях наших людей. Они в принципе удовлетворены сегодня в основном от жителей наших, особенно приграничных районов. То, что власти и Курской, и Сумской области сотрудничают и помогают им, во-первых, иметь добрые отношения, иметь хороший доступ друг к другу, вместе делить праздники, обсуждать там все, что они желают, поскольку у нас на муниципальном уровне сегодня 14 соглашений, это дорогого стоит. Главное, чтобы население двух областей чувствовали, что мы соседи, что у нас есть дружеские связи, что они на любом уровне, на промышленном, экономическом, культурном, духовном, то есть в всех направлениях наша задача создать вот эти тесные, плотные контакты, которые, как Александр Николаевич уже сказал, мы сегодня сеем те зерна, которые прорастут когда-то. Полностью его поддерживаю. Упрощение пересечения границы, новые туристические маршруты, модернизация транспортной инфраструктуры, уроки Курской и Сумской культуры в школах и многое другое включено в план работы на 2014 год. Также прозвучали встречные приглашения на дни рождения регионов 75-летия Сумской и 80-летия Курской областей. Татьяна Симоненко, Андрей Дегтярев, Телеканал СЕИМ.